Январь, новогодние праздники, а у нас травка ковром. Так красиво, мягкая, свежая, непрошлогодняя. Петушки кричат, потому что мы за поселком рядышком. Так тихо. Иногда птички чирикают, и на улице тепло и сыро. Самое то, что нужно нашим грибочкам. Сегодня ходим под рекой, собираем фламулины бархатистоножковы на старых ивах. Смотрите, как же они после заморозков, после дождика воспряли, какие шикарные кучки. И это только начало. Сегодня, я думаю, нам повезет, и мы наберем этой красоты очень-очень даже много. Прелесть. Вот малышка еще рядышком, только пробивается, совсем небольшая из старого пня. Рядышком еще, тоже небольшой кустик. И вот на поваленном стволе, рядом с бузиной, попавшей на этот ствол, вот такие вот еще фламулинки. бархатные ножки. Видите, какая красота, зимний опенок, зимний гриб. Здесь еще мы видим, и внутри в стволе прячется малышок. Угу, такие светленькие совсем. Немножко кору отодвинем. Здесь еще вон под корой, я смотрю, будут дубы. Ой, они здесь такие светлые. Нежные, такие молодые совсем. Не будем там дальше разрушать, они там еще лезут. Здесь неудобно стоять. Получается, на бугре, на поваленном дереве еще одна выросла. Вот видите, можно даже иногда в лес не ходить, а просто приехать к ближайшей реке. И сейчас все эти грибочки находятся у воды. Растут поближе к водичке, где сыр. А здесь прямо росыпь. Молодая и побольше, старенькая. Скоро вообще много вырастет. А вот этого добра, наверное, везде хватает. Чуть только сырость. Они начинают разбухать, оживляться. Кленчатая аурикулярия. Кто-то еще называет ее извилистой. Только она мягкая, такая как хрящики, упругая. Кто-то ел даже. Пробовал ее. Плохо видно. Вот смотрите, там по стволу. Здесь какая красота. Валежники. Дальше идем. Здесь. Здесь, смотрите, раз, два. Молоденький совсем. Идем дальше, идем по стволу. Поразила фламулинка весь наш ствол. Вот здесь немножко уже погибли. И вот крайние экземплярчики. Они прям неплохие. Ну, вот эти вот мы сейчас заберем те, что там в стволе неплохие. Прям порадовали молоденькие. И любит она, конечно, прятаться не в таких зарослях. Это вообще ужас. Согнешься в три погибели и лезешь за ними. Видите, все-таки в посадках, по надречкой тоже есть свои плюсы сбора. Конечно, это не лес. Нет такого удовольствия. Это больше заросли, это больше колючки. Ну, в принципе, наш лес тоже не особо от этого отличается. Поэтому мы идем туда, где есть грибочки. Насколько малышей посрезала. Будется их тоже забирать. Прям крохотулечки совсем маленькие. И еще то, что осталось, тоже вырастет. Сейчас полезу туда дальше еще по стволу. Заберу, там уже не буду с ним. Ну, залезла. Ну, спряталась красотуля. Видите, какая светленькая прям. Здесь солнце почти не проникает в эти заросли. И она тянется к солнышку. Такая прям светленькая, чистенькая. Ну, тоже ее обрабатывать, конечно, то еще удовольствие. Она всегда скользкая, мокрая. Под палками спряталась тут. О, и еще там, вижу, тоже много прячется. Уже не доставить, наверное, далеко под корнями. Уже не доставить. И здесь мы видим одну и вторую неплохую симпатичную семейку. Это же только лезет фламулиночка, но это именно здесь только лезет, лезет она всегда в оттепель, после заморозков, когда все начинает отстаивать, когда появляется грязь, следует идти в лес, в посадки и собирать фламулину бархатистоножковую. Красавица наша, как красиво, смотрите, на стволе прям, ну красота, слов нет, одни эмоции, когда они вот так растут, из мха, так ярко и красиво. Самые красивые, самые сочные, замечательные. Ну и вот здесь вот тоже едва-едва заметила я эти грибочки, это тоже она, фламулинка бархатистоножковая, вот так вот выглядывает яркими пятнышками, едва заметная, из прелой листвы. Видите, молоденькая, везде молоденькая, и всегда вот в этом месте, всегда она вот такого вот цвета, если в лесу мы собираем она такая желтенькая, яркая, светлая, крошечная, кругленькая, то здесь она все равно вот немножко отличается от той, что в лесу. Я ее называю фламулина лесополочная, но по вкусовым качествам, конечно, она ничем не отличается от той лесной. Здесь такое интересное соседство, эксидия, молоденькая только вылезает, и рядышком по стволу мы видим иудины уши, они тоже пока еще, видите, не такие большие, как обычно, но уже лезут, уже приятные находки, уже больше разнообразия. Нам сегодня встретилась, такие интересные, дальше больше, дрожжалка, такая красивая, такая яркая, сочная, как желешка. Смотрите, какая мне красивая попалась семейка, спряталась здесь в кустиках, ну я ее нашла, ой, красавица такая, просто обалдеть, прям хочется ее вот так, пучком, блин, забрать, но не хочу пучком, пожалуй, срежу я их, хотя нет, она прям хорошо достанется сейчас, то, что ножки прям большие, вау, прям с корнями, уж простите, любительницы, любители срезания, срезания, но эта семейка, конечно, просто шикарная, посмотрите, какие ножки, какая стройняшка, хорошая кучка, такая прям, сочная, вкусная, класс. Здесь тоже припряталась ламуринка в кустиках, листочках, большой очень опад, поэтому пока она маленькая, очень плохо видно. Стоит только приспособить свой взор, и ты ее находишь. Ну и, пожалуй, сегодня последняя фламулинка, и будем потихонечку собираться, смотрите, какая козырная, там ничего такая еще, а здесь еще лучше, медовая, там в стволе где-то, да, дальше глубоко еще тоже идет. Самая красивая. Забираем, и на сегодня хватит. Забираем, и на сегодня хватит. Забираем. Забираем, и на сегодня хватит. Забираем. Забираем. Продолжение следует...